Всем привет, дамы и господа, с вами крестоносец Игморт. Привет, привет. Продолжаем коллективное прохождение Сёгун-2. Закончили мы на моменте, когда на город Игморта Мино идет армия Кисо. Я атакую эти дзены, плюс у нас проблема с Хадзё. Остается, еще одна армия приближается к Микаве. В принципе, делать мне здесь особо нечего. То есть, большая часть построек у меня уже начата. Хотя сейчас я проверю по городам. Возможно, преступное сообщество еще где-то возможно построить. Да, так оно и есть. Дополнительный доход оно даст, плюс поднимет довольство населения. Стоит немало, но потом окупится. Плюс этой постройки в том, что она не потребляет еду, и можно не беспокоиться о том, что не хватит потом батонов. Все, делаю ход. Ну и у Игморта сейчас проблемы начнутся. Ну, думаю, мы их решим. Если б не было проблем, играть было бы неинтересно. И смотреть тоже. И смотреть. Так, ну что, из проблем у меня это вторжение армии не совсем полной, но тем не менее не маленькой армии Кисо. Так. Ну, моя задача их задержать, чтобы они помирали на морозе. Прокачался священник, надо ему перки расставить. Так, перки расставлены. И я хочу подсветить провинцию Южной Синана, метамагент, что же там происходит у него. Так, у него красный порядок. Это, в принципе, хорошо. Будем стараться этот восстание его разжечь. У него в тылу что произошло. И для этого что-нибудь уничтожим у него в провинции. Посмотрите, что тут можно сделать. Вот хотя бы диверсию в Орлд Замках проведем. Диверсии не уничтожили. Астанцы ворвались и разгромили остатки гарнизона. Ну, агент неопытный, поэтому диверсия провалилась. Ну, попытка не пытка. Так, есть у меня еще агент в Микаве. Вот, соответственно, я хочу тормознуть армию. И армию Кисо у минов. Возможно, получится. Это как бы многих проблем меня избавит. Так, армии тормознуты. Это хорошо. Будем стараться продолжать в том же духе. Только у меня агента-то, конечно же, не осталось. Еще я вижу Мацуке, который сидит у меня под Игой. И что самое печальное, кто-то тормозит мою армию. Кто-то невидимый. Вот видишь ту армию, которую я купил у тебя? Вот. Она не двигается с места. Вижу, но не вижу, кто ее тормозит. Ну, тогда я буду нанимать этих наемников, как я хотел сказать. Ниндзя. Найму Виги. Найму Мацуке. Да, и священника тоже. Три агента. У тебя еще около Иги сидит в белом халате, товарищ. Так, да, да, да. Вот он меня и смущает. Ну, вот я трех агентов нанял. Может быть, кто-то из них... Кто-то из них, возможно, и справится с этим. Окей, ну, вот я ниндзя направляю. Так, мне есть ниндзя. Я сейчас его проапгрежу, но убийство. Само правильнее веже не то. Считающиеся наряды. Давайте куплю-то они. Так, убийца. Ну, надеюсь, из покушения. Так, отробителю я ему вкачиваю сразу же. Вот тоже. Плюсом будет ему. Так, все. Вкачал нити. У нее еще один хер. Попрошение. Плюс один. Костюм Кумусо. Ставим. Так, ну и попробую сейчас этого муцуки грохнуть. Вероятность 49%. Конечно, да, слабенько, слабенько. Профессиональный муцуки у них. И... Тем не менее, получилось. Есть контакт. Чувствую, что от него могло бы уйти очень много проблем. Так, посмотрим, что у нас на фронте с Ходзе происходит. Ну, что я вижу? Я вижу полностью армию города Татоми. И вижу самураев. Ну, по крайней мере, два отряда. Это два отряда самураев. И еще по мелочи стоят у меня в провинции. Тут ходят гадят товарищи. Ты у него, кстати, можешь садить порт. Он там опять флот создает, чтобы он не выплыл. Да, надо протоковать вот этих, которые правы. То есть они там в океане дохнут и осадим порт. Я думаю, вообще этим флотом проплыть и забрать в нее северную точку, у него или УДТ, Сянут. Так, теперь нужно подумать, что мне делать в Ходзе все-таки. У меня через два хода поднимется крепость. Можно попробовать поддержать оборону в городе. Потом, когда будет уже две армии, переходить в атаку. Так, топлю тут пару кораблей Ходзе. Побережье выцепил с одиноким кораблем. Одиночникам. Вот. Так, так, так. И везу я агентов еще. Священников у меня необходим для того, чтобы поднимать религию. На вновь заплаченных территориях. Так, у меня, кстати, два генерала. Один генерал в крепости сидит, другой рядом с городом. Так, ну, город мы заведем, в первую очередь, стрелков. Я думаю, за этот ход армия Ходзе не прибежит до Микавы. Все равно там, пока она там глупируется. И попробую вот своим генералам и двумя катанистами уничтожить товарищей, которые в городе стоят. Чтоб они не гадили. Минус один отряд. Так, и смотрим, что в аварии. В аварии у меня есть отряд на Геннадчиков. Я одного на Геннадчика перекинул в Микаву. Так, как тут с порядком? Два. Так, я могу еще один отряд на Геннадчиков перекинуть в Микаву, чтобы там уверенно сдержать атаку Ходзе. Ну, вот, в принципе, армию в Микаве я собрал. Она, по идее, должна удержать Ходзе. Армия Кисо тормознута агентом. Ну да, то есть она уже не нападет на Мино и на аварии, по крайней мере, один ход. Так, вот и минусую одного Мацукэ неопытного. У аварии стоял он. Так, есть у меня сейчас священник в Мино. Попробую минусовать у Контёшного. Обратить персонаж 70% вероятности и... Вражеский агент обращен нормально. Минус еще один агент. Так, есть у меня еще Мацукэ стоит, который не сходил. Ну, попробую тоже неопытного Мацукэ, а на Экозе арестовать. Так, не удалось взять плен. Но зато мой Мацукэ поднялся по уровню. Расставлю ему терки. Ну, теперь вам нужно заняться немножко экономикой. Не забыть про это дело. За всеми сражениями. Запасы зерна позволяют им построить несколько висовых бирж. Соответственно, эти биржи потом добудут немаленький доход. Так, ну, я думаю, на этом вход заканчиваю. Сейчас взгляну в науку. Что у меня тут изучилось? Что изучается? Что изучается? Так, и заканчиваю ход. Побежали. Опять орды агентов. Ты их убиваешь. Бежит еще больше. Ходдет вступает, кстати. Кстати, это даже очень прикольное решение. Ты можешь контаковать. Татоме полпустой. Там, в принципе, хорошей крепости удержаться. Так, это что я считаю? Вот что я забыл. Да, пройтись убить у тебя агента. У меня же там на севере агент нельзя. Мог убить его сочинить. Чего в этом там армии предлагает нехороший? Брить хочет? Да нет. Тормозить пытается. Он, наверное, еретиками хочет сделать. Язычниками. Так, а у меня здесь нападение на торговые корабли. Стороны ДТ. Могу вступать. Вступаю. Только он флот вывел и за мной поплыл. И на авторасчете, естественно, я им проиграю. А у тебя там военные корабли? Нет, обычной торговой. Ни одного наземного нет. Да. Грусть, печаль. Оттяпал точку, мало того что-то, он еще и заблокировал порт. Но по доходу практически, кстати, ничего не просило. Сейчас надо будет разбираться с этими микрофлотами, снова собирать торговые, присоединять к ним, значит, и наземное хотя бы одно, и на точку. Хона продолжает там свой великий поход через территорию ДТ, оттягивая на себя и силу. Ты это видел? Да. Южная Синапо поднято восстание, соответственно, кисо, я так понимаю, пропали. Да, пропали. Вот сейчас как раз самое время ударить по Татаре. Да, и не зря, по крайней мере, ты их затормозил. Они один ход не сделали ничего. У них вспыхнуло восстание, потому что уже город был красный. Ну, с красным, честным, порядком, и, соответственно, вот, минус одна проблема. Она как раз еще рядом с ним есть, конечно, но я думаю, тут с этим микро-домом тоже разберемся. Это как раз то, про что ты говорил, по поводу самоубийственной тактики компа, что он будет до последнего полсина игрока, даже имея восстание у себя в тулови. Да. Ну, что я беру эти дзена, авторасчетом, здесь, в принципе, все понятно, у них одни, практически, ополченцы. Неплохой город, кстати, тут ремесленники есть. Развивать надо. Здесь можно поставить, самое главное, крупнение участков. Ремонтирую сразу бассадель. Крепость. Так. У Датэ тоже начинает возникать проблема, его начинают прижимать с двух сторон. Он будет так или иначе разрывать свои силы, чтобы попытаться прикрыть и то, и другое направление. Попробуй проверить, кто тут сидит у твоей армии, кто тебя тормозит, ниндзи. Не вижу никого. А, нет, вот, ниндзи сидит. Он сидит под этим. Скажешь, я скажу, под Киото, вот, ходишь, ниндзи. Мне кажется, это не он тормозил. Но я могу попробовать его убить. Да он, он, он. Итак, вот она идет, картинка. Видео. Ты уже видишь, что он упал или нет? Нет, он сидит. Ну, я так предполагаю, значит, покушение не удалось. Ну, посмотрим один разок. А, я спойлер допустил, да? Да. Вот он сидит, какую-то субстанцию употребляет из чашки. Ниндзя залез на балку на потолке и капает туда яд. Капля летит. Но вражеский ниндзя что-то почувствовал и выплеснул содержимое этой мизочки. Такие вот дела. Покушению не удалось, как и ожидалось. Зато повышение уровня ниндзя. Трубка для шипов. Доступные спутники. И повар, готовящий фугу. Так, ну вот, пускай будет повар. Ему в спутниках обойдется без трубки. Качаю ему убийцу. Затем, что мы тут дальше делаем? Дальше бы мне тоже надо выводить армию из поми. Но прежде чем это сделать, я подожду своих генералов. Которые приплыли и сейчас... Две армии они, в принципе, могут возглавить. Быть даже и три. Продвижение будет довольно-таки быстрым. Насколько быстрым это будет зависеть от того, что будут делать ДАТЭ. Ну, Хадзио, я думаю, ты там сомнешь на юге. Вопрос. Пару десятков ходов. Но они будут сопротивляться упорно. У них килл прикрыт. Если сказать упорото. Да. Этот маневр в статоме я, конечно, не понял, но вам не воспользуемся. Ну, они, может, решили отойти где-то на более выгодной позиции тебя встретить. Хотя уж куда выгоднее. Разбиваю вражеские флоты, которые около моего порта пасутся. Флотов приплыло много. Я решил ДАТЭ сделать упор на море зачем-то, когда у него проблемы на суше. Уйти, компа, неисповедима. Так, у меня еще одна армия есть в Акасе. Такая достаточно приличная. Общественный порядок 17. Здесь я могу полностью ее, в принципе, вывести. И вести к Этидзену сразу же. Общественный порядок даже без армии остается. Плюс 3. Тут еще скоро наймутся ниндзя и самураи с Яри. Плюс надо будет нанять ополченцев. Хотя бы два отряда. Чтобы они создавали какую-то видимость гарнизона. Ну, в принципе... Твой... Твое мнение. Куда его лучше подавать? Подожди, 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 подожди. Черный корабль где у тебя? Он около ковать стоит. Высадил только что генералов. Тут... Раскочила лодка. Ну, ладно, я попробую закончить. Около ковать. Я вот думаю, что можно, в принципе, одну армию сейчас загрузить им в тыл. Вот самый подходящий момент. То есть у меня две армии есть около Этидзена. Практически полных. Я могу сейчас собрать около Киота и Оми армию. И с генералом на черном корабле послать куда-то в тыл Датэ, на самый там север крайний. Ну, можно. Вот, в принципе, уго какой-нибудь. Да, то есть ему придется уже на три стороны разрываться, и для него это будет еще хуже. Вариант, потому что Хонма от него также не отстанет. Не наметили себе цель и будут его долбить до последнего. Пока они погибнут сами. То есть он их добьет все равно. Моська сначала лаят на слона. Так. Проверяю еще, что я могу построить. Ну, в принципе, везде строится почти преступное сообщество. Как только они будут готовы, достроены, доход возрастет многократно. То есть тысячи на три-четыре, я думаю, больше станет. Вроде бы я сделал все, что хотел. Агентами я особо не воюю, потому что, в отличие от Ягморта, у которого там ниндзи уже с пятью звездами, мои нанимаются с одной. Особые ценности они не несут, только на них деньги зря тратить. Поэтому делаю ход. Так, ну что, начнем тогда с агентов. Попробую я убить агент. Так, агент этого уже нет, из поддержки. Сюда подвожу армию, приобретенную крестоносца. На передовую. Тебя, кстати, возможно, тормозил вот тот белохалатник, который просто... Ну, мы не видели перемещение по лесу, который твой ниндзи убил. А может быть, вот тот ниндзя тормозил, не знаю. Которого кулкиот сидел. Так, чтобы не забыть, я попробую убить сейчас то вражеское сочинение на территории Тюрдзена. Чтоб он не понял останий. Бейнг в стылу. Да, вот это было... Очень нужное дело, иначе пришлось бы еще подавлять и тратить время. Все, он ликвидирован. Так. Ну и перебрасываю своих агентов. На передовую, так сказать. Священников перебрасываю. Так, есть еще ниндзя. Нет. 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 Так, и мне удалось мощного мацуке у них обратить священникам под городом Мино. Как-то ты его странно обратил, он валяется под стенами. А он написали, что он обманут. Я не знаю, что это значит. Он, наверное, себе хракири сделал. Как настоящий самурай. Так, ну и нужно определяться с городом Татоми. Атаковать, не атаковать, но понятно, что я буду атаковать. Но он пустой, в принципе. Какая разница, ты его сейчас второсчетом берешь и без боя. Да. Судьба твоя Татоми решена. Бросило тебя руководство. Ставил на растерзание. Так, смотрим по постройкам. Ну ладно, оставим пока такими. Зачем, наверное, мастеров вовку уберем. А ты, кстати, собираешься им. В тыл-то армию кидать. Ну тоже куда-то, на север там. Собираешь. Ты можешь хозьёк закинуть? Нет, хозьёк я не буду закидывать. Я и так закинул, может быть, в район города Мияги. Ну что, хотел смысл здесь. Я и так глобовую, грубо говоря, атакую. Территория небольшая. Ну, пока еще не решу до конца. Так, я хочу посмотреть, что здесь за армия священников. Ой, священников, пардон. Мятежник. Священник. Ну, у них одни и сигары. Я думаю, вот этот город был бы не лишним в моей коллекции. Так. Уничтожу Низи до Т-шного. Готов. Надо посмотреть, что там с порядком. Я выведу, допустим, тех самураев. И оставлю никакой сигар. Ну, порядок более чем хороший. Туда будем захватывать Южные Семена. Доход там небольшой, но, в принципе, как опорный пункт. Ну, в любом случае, когда-то нам надо будет захватывать. Поэтому... Пока он там не нападил новых мятежников. Пока он не нападил новых мятежников там. Пока за счет него там не усилились наши враги. Поэтому захватывать надо. Расширяться надо, давить надо. И я вот протокую флот, который вышел из порта. Уходзел. Он отступает. Интересно, как он вышел из порта, когда он окружен? Вот. Тоже интересно. Вот я его нашел. И он еще раз отступает. Или это другой флот? Это другой. Тот отступил, я думаю, дальше. Слишком тут близко. Его рассчитывал найти. Ладно, я вот флотом подсвечу, что у них здесь вообще происходит. Есть флот с хорошим доходом. Хорошая крепость, столица. Да, 5-300 доход. В принципе, если сюда закинуть, это будет такой удар. Входзел. Ну вот я тебе про этот горд и говорил. Сюда закинуть и окружить их с двух сторон. То есть это можно решить одним ходом, в принципе. Ну, двумя. И горд пустой. Так, подплывем дальше, посмотрим, что они там вообще. Портиве же не торгует. Надо будет на торговлю перекрыть. Ну, для компа это небольшая проблема. Он может с одним гордым, без всякой торговли, содержать 5 армий самураев и нанимать новых при этом. Тут такая же система, как в Звездных войнах. То есть, когда ты у компа оттяпываешь абсолютно все источники ресурсов, он все равно спамит быстрее, чем ты на всех, которые захватил на карте. То есть, не хватило ума, скажем так, довести его до каких-то там невероятных тактических, стратегических изысков по геймплею. Так сделали ему бесконечный ресурс. Здесь, возможно, то же самое. Хотя комп играет, ну, довольно-таки прилично. На максимальной сложности. Ну, с таким-то давлением, которое было в середине прохождения в начале, я думаю, все убедились, что компа как бы не дает расслабить. И реально там была ситуация, что казалось, что вот-вот, и уже залез. Когда я был на острове, и меня прислали с всех сторон, когда тебе передавали союзники, которым были прекрасные отношения. И он такой профессиональный нацикен обрал. О-о-о! К тебе идут гости. То есть, он сначала город сдал, потом его осадил. Гениальная тактика. Крепость большая должна долго продержаться. Ну, я подведу. Я еще что такое? Да, это какая-то мелочь. Решила заблокировать город на один ход. Мне опять это мацуки. Врачский. Причем мацуки ДТ пришел ко мне. Стался кого-то зарезать. Вот она, как вот здесь идут. Тоже. С недобрыми намерениями. А вот и Хома. Наш помощничек. Диверсия. Не хватает еды. С какой-то радостью у меня не хватает еды. Мне что-то разрушили, что ли? Так разрушили здание, которое за еду не отвечает. Самое интересное. Самое печальное, что я не вижу, сколько у меня не хватает еды. По причине того, что у меня на месте батонов, на месте яблок, на месте еды, иконка с записью видео. Который мне все это перекрывает. Я как бы не рассчитывал, что... Эта нехватка произойдет. И поэтому я стала перемещать в верхнюю часть экрана. Ну да ладно. У меня, в принципе, укропнение участков будет построено через один ход. Это в любом случае. Думаю, никак не повлияет на дальнейший геймплей. Значит так, что мы хотели. Дальше мы хотели из Киото переместить армию из Оми на черный и отковать с тыл. Ну, по крайней мере, я так хотел сделать. И сделаем. Делаем дотей сюрприз. Поопытнее генерала, который помоложе. Ну, допустим, 29-летний, чтобы он по дороге не отбросил ласты. Ласты. Так, армия готова. Но, кстати, здесь всего лишь черный корабль. Опасно посылать на одном-то корабле. Надо бы кого-то к нему прицепить. Ну, ты можешь бросить и на побережье в сторону формулы. Там, по ходу, посылать корабли. И это с этой стороны хочешь. Ну, там очень долго отплывать придется. Хотя, в принципе... Но это займет лишние четыре хода. Да, я думаю, из этих четыре хода и хватит времени, чтобы до пулки отбросить. Навряд ли мы добежим своим ходом в блок быстрее. Так и сделаем. Ха-ха! У тебя где строится европейский голеонар? На твоем основном острове, да? Да. Начиная строительство торгового флота. Пора точку забирать. Возвращать. Ну, забирать, возвращать. Потребуется где-то три хода для создания торгового флота. Хотя у меня три корабля есть, соответственно, мне нужно только... Давайте сделаем пять. Или четыре даже. Потому что один европейский... Торговый я присоединю. Торговый я присоединю. Приняли они бой. Шанс процентов 70. Ну, можно на авторасчете с ночной атакой. Теперь разбить торговые. Торговые уплыли. Точка чиста. Стою пока на точку. У меня есть там один наземный торговый корабль. Доход практически не возрастает, потому что их мало все-таки было. Торговые остальные я починю. Ну, в принципе, такс. Из Киото надо бы вывести часть самураев на север. К эти дзену. Главное, чтобы их не перекупили вражины по дороге, пока они идут. Он без генерала. Армия без генерала. Сейчас вот их к следующим прицеплю. Одного оставлю в Киото. Здесь будет собрана еще одна армия. Но если, конечно, мне хватит. Ресурсов доход пока 7. 900. После всех манипуляций. Ну, фактически три армии, считай, полностяковых самураев. Поэтому... Приходится тратить ресурсы на содержание. Ну и делаю ход. Он мне сообщает о том, что у меня две, два города в осаде. Ну ладно. Это не впервой. Я атакую южную Синана. Занимаю его без боя. Да, в этой серии будут расчеты. Скорее всего. Так, и вот город. ДТ, он пустой. Ну, у них вся армия, мне кажется, оттягивается... А вот на Эйкодзе полностью окнабило чего-то там. Ну, там... Половина. Сигар. И немного самураев. Так, ну, блин, город, конечно, разрушен вообще в ночь. А в станции поясилились. Да, папировали. Спартак там был. На японский. Сожгли полгорода. И на его пепелище развели себе костры под шашлыки японские. Фуаву там варили. Или они там сырую ее едят? Наверное. Сырую. Умеют ли они ее готовить, может отравиться сами ее. Не придется штурмовать. Так, надо попробовать чистить агентов, потому что их тут великое множество у меня всяких вражеских и короче. Реально, скоро агентов будет больше, чем у них тут. Я смотрю, одни агенты армии почти нету. Зато у каждого города по три агента сидит. Так. 50% шанс уничтожения. Он заложил священника. Ну попробую я убить шанс на 50%. Хотя, подождите, что он мне еще может агент сделать. А он может вырубить вот этот отрядец. Так, хотя, ладно, попробую скинуть с гербей. Протешение не удалось. Подвожу поближе. Тут не было отряда катанистов. Какой неуязвимый агент-то, а. Ну так он в шапке. Катаной рубят, а она отражает удар вскользь. Так, что еще можно сделать такого, чтобы побыстрее победить? Надо посмотреть по экономике и по наему вооруженных сил. Ну, нанимает самураев там где-то доступно. А, вот у меня агент отдыхает. Города Иги. Понятно зачем. Агенты должны работать. Тем более, тут есть вражеский мацук. Так, уничтожим. И это меня радует. Ну, в принципе, наверное, все. Вот, я завершаю. И Хадзе идет на штурм. Не будет, мне кажется, он больше сидит. Ну, не знаю. Может, посетит там пару ходов. И там по-странному. Опять бегут орды. Такое ощущение, чем больше ты их уничтожаешь, тем больше их появляется. Нет, это идет на штурм. И шанс, кстати, довольно-таки такой. 30%. Так, крепость поврежденная, я же только захватил. Ну, и там отряды, это армия, так и поход цены. Половина, да. Можно так себе и проиграть. Рукопашников-то у них достаточно много. Есть ниндзя второй армии. Так, я посмотрю, у кавалерия, да, много рукопашников, достаточно луков. Ну что, что, сражаемся? Да. Но их не намного больше численно. Всего лишь на 200, что ли, человек, если я не ошибаюсь. Не успел точно посчитать. Ну, это без учета подкреплений. Посмотрим, два кольца стен. Так или иначе, они смогут луками прострелить, как в предыдущем бою, когда мы воевали. В прошлой серии. Два кольца стен. У меня в подкреплении будет два отряда с катанами, самураев. Ну, он, скорее всего, сагрит всю конницу на них. То есть, они погибнут, до города не дойдя. Ну, что-то на тебя отвлекут. Так что, рассчитывать надо на тех, кто на стенах будет. Но это будет, я думаю, все-таки попроще, чем предыдущий бой, потому что здесь мы можем отойти на одну часть крепости. Спрятавшись от луков, они залезут, потом их перерубить. Не получится так, что нас будут обстреливать со всех сторон. То есть, в одну сторону отойдешь, тебя обстреливают. В другую сторону отойдешь, тебя обстреливают. Да еще и толпы лезут орды. Посмотрим. Ну, конечно, крепость второго уровня, это не то, что было в прошлой серии. Я там прострелился насквозь, там, вообще было не спрятаться. И самое главное, опять нет, опять дождь. И причем он еще сильнее, по-моему, чем в прошлый раз. Да, я не смогу луками пострелять огненными стрелами. Ощущение, что действие происходит не в Японии, а в какой-то там Англии. Туманный Альбион. Так, ну тогда передам тебе катонистов, они все покоцаны, конечно. Тебе еще надо решить, что делать с этими, с манганелями. Куда их развернуть? Да. Смогут ли они стрелять вообще в дождь? Ну, я их по диагонали разверну. Ну, чем-то они не смогут стрелять. Оставляю себе три отряда самураев, ну и всех лучников со стрелками. Места, конечно, очень мало. Не очень удобно. Так, манганели. Как бы вас так повернуть? Ну, я по диагонали их поставлю. Он даже вот так вот. Думаю, все равно кого-то не должны выпить теперь. Так, ты готов? Да. О, они уже стреляют. Манганели. Так, и как они распределились равномерно? И самое печальное, что мой резерв тут же... Выходит прямо за вражескими войсками. Сейчас они его увидят и... А я его пытаюсь ввести в лес. И у меня сейчас, на главный раз, стоять луки. Можно быстрее. Да, они заметили тебя. Уже поздняк уводить. И самое печальное, что ты, кстати, под лучников попадаешь, а не по тебе начинают стрелять. И выкашивают, кстати, достаточно прилично. Из одного отряда. Сделаем рассыпной строй, и куда-нибудь подальше в лес спрячем. А луки за тобой бегут. Ну, по крайней мере, часть арка тянулась, да. Мне надо еще и с лучников в крепости успеть расставить. Да, уж плевает. Разверзлись, разверзлись, кляпи небесные, что называется. Вот, как. Такой забег идет с тайров на средней дистанции. Манганель, кстати, неплохо стреляет. Он поджигает и пуча валяется. Ну, все, начинается рукопашка. Вот этих двух отрядов в лесу. Да, эти когда они что-то погибнут, но они отвлекут. Я же говорил, они сагрятся на них сразу же. Только я думал, что они конятся, потому что они послали. Ну, тем лучше. Больше будет у них потерь. Потому что они не одновременно подойдут к этой армии. Да. Так, луки у меня уже стреляют. Значит, враги близко. Все, самураи погибли, и эти отряды понеслись на город. Ну, они устанут. Да, им очень долго бежать. Ребята, у них лезут. У них, по-моему, полезла и конница, я вот уже вижу. В общем, лезут у них все. Лезет их достаточно много одновременно. Ну, я устраиваю пехоту. А луки у них из-под стены наваливают. Вроде бы. Так, мои мышки-теры расстреливают садников с катанами. Ну, так неплохо. Так, и надо уводить лучников, потому что они уже на стене. Ну, а один отряд оставлю, чтобы их держать. Иначе мы сейчас сольем здесь всех, а не своих, конечно, дамажки, а наших, мураев. Иначе мы сейчас сольем. Так, мушкетеры хорошо тут постреляли. Со своей стороны они урон несли. И маленькие. Они захватили башню. Если у тебя есть какие-то дерьмо отряды, может быть. Ну, не совсем, так сказать, что неплохие были. Ну, да, я прошлю лучников, чтобы по ней заняли. На левом фланге прорвался несколько отрядов. Я тут еще два посылаю. Постепенно посылаю, чтобы они под муки не попадали массово. Они две башни захватили, вторую башню тоже пытаются загадить. Блин, молодцы, конечно, мушкетеры. Дух гасит вот так. Сейчас наседая их на стену. Так, бегом. Среди них был Гастаньян. Да. Да нет, в принципе, мне кажется, более-менее нормально держим. Да, я вижу, они уже бегут. Бой гораздо легче, чем предыдущий бой-то. Был понятно с самого начала, где больше крепость и шансы были выше. Ну и первый жуй лучников на обстрел сверху. Несколько отрядов сейчас будут подниматься. Самурай с Яри у них лезут. И новый подбегает, но тут... Сейчас их ликвидируем, там 50-х осталось. Да, они в военачальнике, кстати, тоже полезны. Так, мушкетеры на язве с ближним бой, это нехорошо. Так, сзади поднялись все эти, они настреливают. Лучники и генерал. Надо бы генерала вырубить. Сейчас вырублю. Что с ними, к чему? Как вам ничего? Как вам нет? Кам'а! Слая. Кам'а! Слой! Кам'а! Слая. Кам'а! 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 а в сфере отряд с катанами да с данными стоит и обстреливают на сигару много кого обстреливают но между домом и стеной он не сражается потому что как раз тыл завести генералу я забираю вторую башню она потом стреляет в бух в в в в в в в в и вот у них луки подошли к статистическое наярие тоже так неслабо в в в в в в в в в с в в и в в в в в так в в в в в в раз с одной стороны и 3 другой 5 отряда включить надо дойти шпани залезли перерубить их каньон с двух сторон вот что не печали господин один из наших отрядов остался без беда с луками на тебя побежали к башне ну башня снял выйдем ударю в задницу пока они тут бегают одиноким отрядом наши бойцы бегут с поля боя какой позор по в скидке вибух бойцы поля боя пояк ищущих полу ученики а у меня очень популярен нет но не все практически все когда до конца в районе поэтом 3 башни так и мушкетировка тоже перебраться на другое место по факту осталось 3 отряда амурая и они не будут там поход м разбирать башню отходить они продолжают настреливать опять такой бой чуть ли не каждым отдельным самураем воюем наши бойцы бегут с поля боя какой позор понятно с этим ребятам лучше не вступать в контакт давай вместе их встретим их больше просто но я уважаю все поделившие три отряда самураев подымает два из них полов полу ну по ним сейчас настреливают башню так кто мне еще остался со стрелами не практически никого а с с катанистов то вывели если катанисты стоят один катанист под луками ну ладно он все равно они тратят на него стрелы хотя бы хотя с другой стороны они поднимутся раньше и их крепость ты потерял отряд то есть если остается один человек это считается полностью разбит так господин наш отряд разбит а вот они в него попали наконец так что мы имеем два отряда по 60 человек и 1 29 то есть не где то сейчас 150 человек у нас гораздо меньше у меня по крайней так и у меня отступили на геннадичке 14 человек там много их может не хватить так что наша башня шляпну стреляет так так прячу всех за замком на что они залезли на внутреннее кольцо стены они оббегают опять по кругу он не дурак смотри он не лезет в центр он решил обойти сбоку и настрелять плюс еще и башню снять хочет наверное надеюсь башню по нему постреляет да что то я не вижу что он вообще стреляет хотя нет тут вроде начала он что нам будет доставать и это они без генерала такие все храбрые так 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 на другую сторону замка ну что этого большого центрального здания помогает помогает так они по кому то продолжают настреливать вроде полезных так перестраивать так еще один ответный подымает это крепость ну то есть лезть они не хотят хоть ты убейся они достреливают поэтому они не лезут кстати он нас обходит с другой стороны давай-ка выйдем и ему дадим тот который вышел да господин один из наших отрядов остался без потому что они начнут скружать и будут расстреливать с двух сторон плюс еще и башня конечно с ним к башне и бежит так йьььььььььььь и что то а это которое сейчас генерал перерубит надо генерала водить и самое главное он не паникует, ничего не происходит всего одна лучка а наши шансы все больше падают и падают конец сбежали ну что обходим, если будем встречать в Крикстане внутри так они идут под обстрел пусть идут сейчас пока отойдем они будут снимать башни туда их протокую пусть эта башня немного по ним постреляет так 44 и 27 то есть всего 60 человек нет он же упертый и не лезет смотри обычно они сразу залезают в центр и не предпринимают каких-то фланговых обходов подходит вокруг главный стадель и не залезают так уже 25 ну 70 человек у нас меньше самое главное если генерал потерялся сейчас они могут разбежаться нет генерал пока не потерял себя смотрю все уже белые готовы и что они встали они опять стреляют так туда атакуем и 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 не знаю, может, у меня что-то восстановится, но... Вряд ли. Я полез в крепость, потому что там они уже никуда не должны убежать. Такая толпа пробегает с ним. У нас в численности раз, два, тридцать, сорок человек могу просто зарубать. По ним башня стреляет, пока что. Стреляет довольно косо. Так, у них сколько отрядов? Один остался, два. Стреляет первым. 1941 и 2020 до 61. Ну, тогда пусть пока твои самураи отдыхают. Самое главное, они опять не лезут, да они опять пошли в обход. Ну, ходи тоже. Пусть они ходят в обход, под башню. Так, их меньше 60 циркала, все 9. Так, у меня осталось народу тоже. человек но у кого что то должен перерубить банок тогда я ускорю и предложением вот они опять устраиваются вести огонь вот прячется заданием 38 и да их башня должна разобрать по сути дела они стоят прям под ней 19 и 37 как-то намедленно откуда у них столько стрел меня начинает паниковать они пробивают даже через дом к стене подведи все они пошли замедляй так у них один отряд тоже потрясен и он под обстрел так это 18 человек другие то непоколебимо они сейчас на площадь зайдут наверное и пытаются взять да они берут рукопашку теперь можно уже атаковать где там у нас боевые клички а у тебя он по-моему не прокачен бонзай вот ну что я храбрость окажется сильнее Так, один на тракте паниковал, второй паникует, колеблется. У меня два насморка остается, три. Все, они побежали, и победа. Это еще хуже, чем предыдущий бой был, пожалуй. Жестче. Хотя, начало, казалось бы, что сражение будет выграно гораздо легче. Но если бы они залезли, мы бы их перерубили давно. Они сейчас молодцы, конечно, встали с двух сторон, и опять в обратной крепости. Те же с двух сторон подстрелились она. Да, они не полезли на главное кольцо стен, как мы рассчитывали. Они из-под стены наваливали по двум направлениям, и не увернуться было ни от того, ни от другого. Еще ладно, хоть один отряд мы выпилили, который побежал к башне, пять минут назад. Ну и все, на этом, я думаю, надо завершать все эти телодвижения. Так они упорно и пытаются до конца сражаться. Несмотря на то, что понятно, что Хадзио уже проиграли, им не выстоять. Но вот остатками сил они борются. Ну, я думаю, они будут набирать-набирать еще кучу армии, и надо то же самое. Так естественно. Пока у них есть хотя бы один город крупный, это не закончится спам никогда. Ни агентов, ни войск. Опять саждают порт. Еще надо нанимать, значит, европейские наземные суда и везти на прикрытие, иначе от ДТ я на севере не избавлюсь. Пять диверсия. Куча нападений на торговые пути. Кто-то мне тут ломает. Вот уражеский ниндзя около Киото. Здание продолжает наяривать. 67% шанс на ликвидацию. И мы видим, что он уничтожен. Но смотреть не будем. Ролик. Я уже видел, что он упал. Сломал он мне дом проповедника. Будет сремонтироваться. Так, ну в принципе, все следующие наши атакующие действия. Вот я пойду на Кагу по северу, потом на Ноту. Ну и так далее. По ходу дела будем продвигаться. Игморт по южной части острова, я по северной. Он будет сминать Хадзея, я буду сминать ДТ. Плюс десант закину за Шиворот ДТ на самый крайний север. В принципе, они будут так же сломлены. Не смогут они разорвать силы по всем направлениям. Хотя, сопротивляться, естественно, будут до конца. Обладая даже несколькими городами, большое количество армий на нас будет наступать с агентами и наседать. Надеюсь, что серия вам понравилась. Если да, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Основной на резервный. Оставляйте свои комментарии. И вступайте в нашу группу ВКонтакте. На сегодня все. С вами был Крестоносец Игморт. Всем удачи. Всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok